Набрали в рот воды ведущая и корреспондент телеканала «Россия» Ольга Скобеева об очень странной реакции, а точнее об отсутствии какой бы то ни было реакции со стороны европейских политиков и парламентариев на вчерашнюю выходку украинского депутата Борислава Березы. Вот если пропустили, осыпал нашу коллегу оскорблениями прямо во время интервью в ПАСЕ, после того, как ее толкнул так называемый журналист Сергей Сидоренко. Казалось бы, сама парламентская ассамблея Совета Европы должна выступить с официальным заявлением, и этого как минимум, но нет, молчат, будто ничего не случилось. Зато в России отмалчиваться не стали и уже настоятельно порекомендовали Березе извиниться. От кого именно такие рекомендации последовали, расскажет Екатерина Миронова. Одним из первых на неподобающее поведение Борислава Березу в ПАСЕ обратил внимание Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале он возмутился, что западный мир никак не отреагировал на оскорбительные действия депутата Верховной Рады по отношению к российскому репортеру. Как будто в рот воды набрали. Президент Чечни предложил парламентарию извиниться. О Березе следует очень четко усвоить. Если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и сразу маху влепит звонкую оплеуху. Ольга Скобеева поблагодарила Рамзана Кадырова за поддержку на своей странице в Инстаграм. Вот таким сердечным постом. Конфликт между ней и депутатом Верховной Рады Бориславом Березой произошел в кулуарах парламентской ассамблеи Совета Европы. Репортер пыталась задать вопрос вице-спикеру Рады Ирине Герасченко во время ее выступления перед журналистами. Сначала Ольгу Скобееву толкнул один из украинских корреспондентов. Следом российского репортера стал грубо оттеснять нардеп Береза. Представитель власти не скупился на оскорбления. Господин Береза, вы же депутат, вы ведете себя? Вы не дайте вопросы. Украинские журналисты и так называемая российская либеральная общественность действия Скобеевой назвали намеренной провокацией. Репортеру есть что возразить. Я официально аккредитованный журналист. В официальной организации Совета Европы, парламентской ассамблеи, я пришла туда на работу. Я пришла туда делать то, что я должна. Что я должна делать? Я должна задавать вопросы. Должна задавать вопросы, не нарушая определенного рода законодательства. Я этим занималась. Я никого не оскорбляла. Я никого не повышала голос. Я, естественно, никого не трогала руками. А то, что им не понравились мои вопросы, не делает мои действия и не обозначает мои действия как провокации. Толкать и оскорблять девушку, да еще и репортера, это не достойно мужчины, а тем более народного депутата, уверены в Союзе журналистов России. Но в организации констатируют, такое поведение для украинских политиков становится нормой. Эпизод этот очень неприятный, но он вписывается в целую череду, к сожалению, подобных эпизодов, с которыми сталкиваются наши коллеги-журналисты российские при общении и с украинскими журналистами, и депутатами, и даже с президентом Украины. Каким-то образом обращаться в Союз журналистов Украины или к политикам Украины невозможно, потому что никакие рекомендации из Москвы, к сожалению, сейчас на них не действуют. И даже рекомендации управления по свободе и печати ОБСЕ, и заявления Международной федерации журналистов, и Европейской федерации журналистов. В Союзе журналистов Крыма уверены, такие выходки представители соседнего государства позволяют себе из-за безнаказанности. Никаких мер в отношении украинских политиков, которые оскорбляют россиян на международных форумах, не предпринимается. Это свидетельство крайне низкого общего уровня культуры, прежде всего, украинских парламентариев, которые работают на международных площадках. Мне дважды приходилось выступать на площадках ОБСЕ, на совещаниях по вопросам человеческих измерений в Варшаве. И я тоже на себе почувствовал, насколько украинская сторона далека от цивилизованного, скажем, диалога. То ли дело, когда журналисты западны, а спикер из России на саммите ОТЭС во Вьетнаме репортер CNN преследовал бизнесмена Олега Дерипаско. Он пытался получить комментарии прямо у отеля. Миллиардер прибавил шаг, отвечая журналисту, в резкой форме. Западное сообщество тут же поддержало сотрудника американской компании, обвинив россиянина в неуважении к репортерскому труду. Екатерина Миронова, Ольга Альвухина, Вести.